Всем привет дорогие друзья, с вами Мистер Фокус М и мы начинаем трансляцию. Это Silver Division, где у нас играет команда Korm и команда TSU. Так, TSU мы уже видели как играют. Играют они довольно таки неплохо. В прошлой игре они победили, когда сражались против HCG. И они показали довольно таки неплохую игру, хочу вам сказать. Что ж, у нас прошла уже фазбанф и как обычно у нас в бан попадает слон. Слон, который очень силен. А также забанили паразита, мэдмена и ревенанта. Так, со мной будет стримить Лёха Старсик 2. Привет Лёха. Привет Азамат, здравствуйте все. Ну что ж, у нас тут забрали Инженера команды Легиона. Странно, почему не Рапселя. Ну да ладно. Так, а Хеллборн забирает себе Магмуса. Магмуса на Добл Мид скорее всего. Ну инженеры они забрали сразу же, может потому что хотят какую-нибудь комбо придумать. Комбо. Ну посмотрим. Вот Рапсу, вот Рапсу, кстати. Да, забрали двух саппортов. Да, ну Хеллборн, наверное, Тарта возьмет какого-нибудь. На саппорта. Ну ладно, посмотрим. А, пока никого не пикнули, что за команда ТСУ? ТСУ, ну Сильвер Дивизион. Команда вот с Андреем мы экстримили буквально час назад. Да, они победили. У ХЦГ. Они показали... Уверенно. Хорошую, да, игру показали? Да, довольно-таки неплохо. Просто команду корм я знаю. Ну да, кормов. Все-таки знаменитые игроки. Украли. Оу Дети, Супер Петух, Мистер Клюк, Олен Волкер и Хелл Перец. Ну, эти ТСУ еще раз назову. Это Шарки, Сура, Шок Алекс, Найс Джукер и Кис Риота. Так, Легион забирает себе Призонера. Ого, Шаман Дементик. Да, они, кстати, в прошлой игре брали Шамана. Команда ТСУ. То есть они его берут просто как саппорта. То есть не под комбу. Ну да, неплохой саппорт. Конечно, со слоном вообще разрывной лайн. Не, ну просто понимаешь, этот саппорт, он на мид пошел. То есть они стояли дабл мид, Магмус, Шаман. Да. Ну, Магмус подкапывает, там Шаман прохиливает. Под крипами-то вообще даже неплохо так-то. На это, в принципе, идет расчет. Так, тут у нас банят Свифта, Торепульсер, Эмпад. Но баны, в принципе, одни и те же. То есть сколько я не стримил. Разве что вот Ревенант стал в последнее время почаще баниться. Раньше его вообще не банили. Ревенант очень сильный герой, очень много дамаги раздает. Ну, раньше как-то за него не так часто играли. Ну, раньше и хлеб стоил 10 копеек. Да, сейчас вот осознали всю мощь этого героя. Я думал, осознали всю цену хлеба. Да, и продолжает у нас банить. Ну, Хеллборну нужен какой-то кэрри. Поэтому нужно банить кэрри таких сильных. Хотя Легиону тоже нужен кэрри. Легиону тоже, да? Драмкин. Перебанят кэрри друг друга. У нас Драмкин Мастер и Сиро Бензин попал в ваны. Видно будет. Мистер Глюк. С именем Кирилл. Тут как у них будет Дабл Мид? Презонер, Инженер? Да, скорее всего. Ну, довольно-таки сложно будет им закомбить, скажем так. Ну, Инженер кидает Киагу. Может, конечно, и... Ну, и сейчас увидим последний их пик, и сразу все станет ясно. Ну, тут Паппет Мастер уже забирает себе кармы, который немножко пофикшен, но все же наносит много дэмэджа. И контроль у него остался таким же, как и был. Ну, значит, будет стандартный 1-2-2. Не, ну, просто смотри. Тут есть два варианта. Инженер попадает в Киагу и Презонер Хукает, или Презонер Хукает, и Инженер Киагу и под Тавр кидает оппонента. Ну, это все сложно, потому что скиллы по области. То есть, не стопроцентный шанс попасть. Так, эта игра что-нибудь решает? Это дополнительный групповой этап, скажем так. То есть, как я понял... То есть, как на первом цикле, да, было? Я не знаю, как было на первом цикле, но, в общем, вся фишка в том, что... Сейчас я сам гляну, можешь. Три команды, получается, имеют равные счета. Одна победа, три поражения, вроде так. Вот. И для них дополнительную сетку, скажем так, сделали. А, дополнительная группа А, Корм, ТСУ и ХЦГ. Как я понимаю, ТСУ выиграли одну, да? ХЦГ проиграли. Ну, да. Лотстоун у нас забрала... Забрала команда ТСУ. Лотстоун суицид, а Легион забирает себе фору. Параона. Вот так вот. Ну, проще такой. Эти все игры сегодня будут? Нет. Они будут распределены по дням. Понятненько. Так, ну, у Хеллборна пик, в принципе, такой же, как и в прошлой игре. Только вот Моа там не было и Лотстоуна не было. Вот, а Магмус, Шамана, Силка была до этого. На, 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 с Джукер на Силке, прям как за Джукер на Силке. Ну, посмотрим. Правда, в прошлой игре он Стан и так себе выдавал, да. Откровенно говоря. Ну, посмотрим. В конце он затащил, так что все хорошо. Так, начинается у нас игра. Ну, Лайны, в принципе, все читаемы. Может, они уделят как-то нас. Разве что по-другому поставят. Допустим, дабл мид на дабл хард и прочее. Вот. Ну, Хеллборна с Силком, Моа, скорее всего. Магмус, Шаман и Лотстоун, Харлайн. Вот. А у региона Рапса плюс Папетмастер, Призонер-Инженер и Фраун на Харлайн. Это мои предположения. И, в принципе, вроде все так и есть. Тактическая пауза. О, в четвером бегут. Знаешь, Льону мне как-то нравится больше. То есть, если фараон влетит, поставит мумии и Папетмастер будет все их с автоатаки убивать. Туда еще инженер-ультимейт ставит с призонером. Прям вообще красиво должно все получиться. Ну, с другой стороны, тоже станов как бы хватает там. Все пятеро героев станущие, так что могут подраться спокойненько. В принципе, да. И силка тоже, не забываю, очень много дамага выдает. Да, конечно. О, короткая пауза. Может, кому-то надо было отойти на 5 секунд. И это хорошо. Так, команда региона идет дефить свой лес. Дефить пул, скорее всего. Что тут? Фараона запулили вардиком и бобрами. Так, а лусттоуна запулили. Теперь у него целых 9 бобров. А лусттоуну лишь вардик отдали? Нет, лусттоуна на самом деле через курицу все сделал. Там еще бобры. Ну, бобры. Там, да, были бобры. Я видел, что-то... Ну, значит, одинаково запулены. Поднимал, доставал. Магмуса, кстати, тоже запулили. Чтобы было больше маны. Мо, взял себе тоже 6 бобров. Решил так. Хараситься будет с фаргоном. Да, он, в принципе, должен справляться с этим. С этой задачей. Все-таки... Мо, режал, выгибай. Резанный рейндж. Да, лусттоуну придется терпеть. Выкинул он вард. Жалко его нельзя подобрать. Да, но мне Андрей сказал, если бы он дал вард в курьера... Ну, то есть вард стал бы ничьим, то вард бы его можно до пса. Андрей сегодня такое рассказывал. Ну, ладно. Профессиональный игрок из голд дивизиона. Да. Это не то, что... Не хочет брать меня в свой клан. Обида. Ну, тут оба хардлайнера будут терпеть. То есть... Это не Мэдмэн, это не Силблейд. А вот... Это антивард, ну, в топе он... Не блочит спот. Наверное, не блочит, там же показывают рейнджа. Ну, увидим, если Моа пойдет делать. Так что-то он клипов отвел. Вот так вот. Ненавижу, когда делает саппорты. Фараон пытался его закрыть. Кстати, если бы закрыл, то Моа было бы очень больно. Но, если бы скрипчиком еще закрыл, вообще бы было. Не достает вард. Какой-то киси риот или как кайси риот. Кайси риот. Да, до хелл перца. Ну, так. Что-то немного фейлирует. У нас крипов в Папетмастер. А, нет, все. Все хорошо. Похарасили фараона. Так, Кеги попадает у нас инженер. И все. Призонер даже не пытается хукать, потому что... Магмус убежит на своем первом скиле. Так, ну что у нас тут рапсиди? Рапсиди пошла делать стак. Так, успеет ли мелких? Ну, верхних-то точно успеет. Да. Мелких. Мелких нет, они же еще там атакуют сначала. Да, не успела она. О, на боте хаста. Хаста у лутсона. Теперь у лутсона быстрый. Первый левел, сейчас заганкает в мид. Тут Моа всю ману уже потратил, зеленкой кидается, активно харасит фараона. Красавчик. Ну, у лутсона есть хан. Хорошо. У лутсона есть хан, но стата тоже не вечная. Они как бы знают, что там... Мисс, мисс. Да, ну тут смотри, уже рапса его нашла. Да, и филостон убегает. Получается, потерял время. Ну да. Хотя на лайне там не было. На лайне я не думаю, что у него прям уж. О, подобрал вард. Сейчас пойдет заблочит. Да, заблочил пул. Ну, на сентряхе это должны были видеть, как бы что. Так, тут въехали в инженеры и в бизонеры. А тут уезжает в Магмус, а Магмус нет из кейпа. И это, скорее всего, бла-блац будет на Магмус. Там, я не знаю, там куртка. Да, тычка замедляет шаман. Казанера, гелька. Ну да, это фролон, кстати, добивает. Даже куртка не спасла. Да. Ну просто они думали, что рапсоди ушла. Рапсоди это хитрое. Рапсоди же стояла. Кустик. А, да. Ну, тут луст он что-то пытается пофармить. Ну, хоть опыт получается. Хороший вард, мистер Глюка. Этот вард не наивил. Ну, где он вард поставил? А, вот тут? Ну, не часто просто там что-то светит. Ну, я, по крайней мере, не видел в пабликах. Ну, так, неплохой вард. Не самый стандартный, скажем так. Да. Фролон вроде уже левел получает. У него даже 200 гп. Ну, это он потому что с собой забрал. Застерил весь, если быть точнее. А, ну... О, притяну, 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 как Магмаса. Ну, а что, а продолжение-то нет? Ну, у инженера не было просто на лайне. Так, ну, тут, мол, скорее всего, спалили на варде? Или не спалили? Там сказал Рапса, идти забирай ируны на боте. А, на боте у нас иллюзии. Так. Ну, инженер забирает в баночку. А молокос стоит рождет. На топе, смотри, фараон угрубил этот. Хелл Паер, да, и пошел на силку. Силка его дала две тычки. Фараон понял, что не вытащили. Ну, с силкой драться тяжело. Ну, раз, что рептайд можешь тебя выиграть, но это на миди надо. Ну, вряд ли, Силка, тогда на миди. А почему я видел? Вон там, Дэнди ходил, нормально. Просто у силки уже маловато. Это было в компетенте? Нет. Ну, и все-таки. Почти 2к ТММ Гарена. Ладно, Моа все еще стоит на миди. Ну, в принципе, там силка сама справляется. Моа разве что может отводы делать и на этом как-то голду и левел апать. Стимы на Паппет-мастере уже. Уже не уже у силки-то они уже были. Хотя у Паппи-то еще 345 голды сверху. Паппет так неплохо харасит вас фону. Да, вообще неплохо. Опа кукла, но мне кажется, он ульту потратил. Ушел, да, зря. Никуда. В станчике он там стоял долго. Да. Ну, как-то, не знаю. Подразил ультимейта, в общем. Паппет-мастер. Да, Фраун нас сберет чилис. Не ботал, а чилис. Довольно-таки странный выбор. Опа. У Магмуса. Въехали. У Магмуса проблемы. У Магмуса лтп, но тут Фраун с фаером его убивает. Странно, как это действие. Бог куда-то. Он, наверное, к вышке все-таки. Бог поближе к своему шампу. Опа, ест шамана. Ты замерил выиграл, но тот шаман должен умирать. Что, кормы, получается, лидируют? Пока что, да. Пока что, да. 310 на ПАП-5 и 300. Ну, тоже здесь носилки. Точкой едут ровненько. А потом... Такой разрыв у команды Хеллборна. 108 гпм Магмуса. Пока Кэррика идут ровненько. Другие. Магму сдают станок призонера. Тактически. Ну, Магмус по крепчикам выигрывает. На полы, но Магмус четвертый, а призонер шестой. Магмуса убили точно. Немножко не затаянил на мигитку призонер. Шаман приходит, начинает ему тыкать на... О, на топе, на топе, смотри. Проблема, фараон попадает в стану силуэт, молодец. И она приступает. Ой, если бы она попала, она была бедна. Так вот, хилочка сразу же. А че, а че Магмус-то не пошел? Он решил убить призонера, видимо. Пацаны говорят, был призонера. Так, не шаман. Ну, и в итоге, ни туда, ни сюда. В прошлой игре силка косила станами, а в этой игре косит блейдами. Дэс лотуса, может, правильнее говорить. Ну, я думаю, станом-то все-таки попасть... Сложнее. Ну да, все-таки дерево, надо еще подрассчитать. А, ну ты один, на топе падает. Тем временем. Тем временем. А топе, то есть, ТСУ немного отыгрывает свою потерю. Рано, он, конечно, падает, где теперь будет силка. Рано, не рано, но голду надо отыгрывать. Силка пойдет в лес, то есть у нее уже есть лайфтюб, некий хп-реген. Стаков-то там нет. Ну, это проблема мастер-фармса. А вот в лесу легиона есть один стак. Да, рапсиди постарался. Тройной причем. И тройной стак напуливого рапса, скорее всего. Паппет мастер у нас решил через доминатор пойти. Фаст инвиз он не хочет делать. Значит, если бы был фаст шраут, это можно было бы силуэт спокойно убить одному. Ну ладно. На миде, если призонер выхватит шамана, это изи килл. Или если фараон влетит. То есть тут фараон поджидает. Фараон влетает в магмуса, хеллфайр. Цепляет призонер. Делает путь в тиммейт. Сейчас убьет шамана. Просто дабл. Что-то пока что это. В одни ворота их пройдет. Лостон делает в тиммейт. Попадет в призонеру. Попал, но он. Второй скилл надо его как-то сделать. А нет, ему надо убегать. Нет, он же убегает за себе призонер. Он просто слил свою броню на ульте. Ну, он надамажил, хотел убить, но тут слишком много. Но ты силка хочешь запушить Т2 на топе. Прям активно пушит. А тем временем Папид забирает Т1 на боте. В Папид у нас, смотри, не доминатор покупает, а инвиз все-таки. Он собирает все подряд. Ну, насколько я знаю, если собираешь доминатор, то лучше собирать через... Как это шлем правильно называется? Hello the victim. Ну, в общем, через вот этот шлем, потому что он дает физическую броню. Ну, а также немножко хаперигена. Какой бы ни была сильной, силка все-таки. Один в поле не воин. Ну, я согласен. Ну, все же у них там есть и магмусы, и вот стол, которые могут хорошо заинициировать. Магмус наконец-то шестой взял. Ну, магмус на стимах гоняет. Позже, чем шаман. Магмус не такой плохой. Правда, у него 230 гпм, а у призонера уже 300. Ну, так. Ну, пока все успокоилось. Вообще... А, на миде, персонажа ехал к магмусу, магмуса притянул, минус магмус, хороший ультимейт от инженера. Что-то магмус хотел ультую раскастать. Влетает фараон, минус мастер оф армс. Вот стол раскатывает ультимейт, но в него ультует мастер. И сейчас... Ой. Ты рапса ультанула, рапса отъехала. Силку сейчас убьет. Да, это минус силуэт. Призонер остается 48 гпм. Ой, еще, еще инженер. Геноцид? Откармал? Ну, просто. Три килома по пикмастер. Да. Все так сделаю, еще магмус, не пойму, зачем перед смертью прожалует иметь. Может, переволновался и... Мискликнул. Может, они... Не в скайпе, не в горе, на полке сидят. Через бой с чат. Да, но тем не менее, Паппет подобрал дабл дэмэйдж и попытается запушить Т1. Но к нему тут подходит мастер оф армс. А, не подходит, но просто поставил вард. Тут отдела стол. Пытается, может быть, задонавить. Не удалось, может, еще отехать. Вот Паппет мастер, который издавал дабл дэмэйдж. Паппет спасает его. И тут шаман такой. Давай один, один. Читович ХП. Есть инвиз. Да, и шалт, теперь можно делать активную игру. Арморные ботинки на фараоне. Против силуэт. Неплохое решение, я хочу сказать. На силуэт пушат. Пушат свой лайн дальше. Призонер-то хукает клипчиков. Паппет забирается так и в лесу. 89 человек стало смотреть. Игра камов закончилась. А, там, основной канал Гарена, да, закончил стримить. До этого было 5. Да. Ну ладно. Хоть что-то. Так. Выкупала иллюзия у нас, Призонер. Призонер собирает у нас бульварг. То есть еще больше армора. Нужно больше армора. Ну, чтобы понижать армор врагам. Ну, просто у Хеллборна такой пик то, что... Шаман снижает физическую броню, а силка нарезает из-за этого. Так же Моа снижает броню свою зеленую. То есть силка там просто... Тут труды мощь начинает наносить. Ну, пока 11-1. Ну, да. Немножко не пошла игра у ребят. Вот лодстоун скрывается. В кустах. Находит папет мастера. Папет мастер селдиза. Хороший хук от Призонера, но не успевает кучить бульти-мейт. Вот лодстоун раскастовывает своего ютуба, пойдет по фараону и по Призонеру. И тут просто... Просто опять избиение. Просто минус 3. Зачем ребята дерутся? Тут надо... Как-то избегать битв и... Фармить. У папи-то Виспелленхэм. Маггл-маггл-маггл-мейт. Может убить Призонера. Взбивает такой солидный стрик. У папи-то тоже нет маны. Как у Магмуса. Магмус находит хосту. Вот почему? Вот таким, как он везет, а мне не везет. Серьезно. Просто хостевич спас ему жизнь. Чего ты не играешь в Сильвере, а он играет? Не знаю. Так, кстати, с хостевичем можно убить папет мастера. У него не хватает маны даже на инвиз. Это минус папет мастер. Опять били стрик. Небольшой камбэк. В принципе, да. Это, считай, почти у Магмуса ПК. Два стрика и Магмус почти с ПК. Да, вот эту пачку крипов и все. А силуэт тем временем можно запушить топ с иллюзией. Он иллюзии отправляет в лес. Все правильно делает. Еще б спилы тратила. Ну вот, молодец. Рапша покупает партишку. Так, а тут лифт, пэшка. Зря силка вот так вот сделала. Ну, он не знал, просто култепается. Потому что она планировала это. Не, в плане то, что она стала бить башню и ее задурает. Но если бы она остановилась, то можно было бы со следующим находом убить. Так, Магмуса есть пока. Что по ГПМ? Паппитмастер лидерат. Не новость. И силка. Силки только сустынеры, но скоро появится линка. На боте в Лостону лежат Паппитмастер. Паппитмастер есть артимейт. Ставит куклу и... На этот раз. На этот раз не ушел. И успел. От суперпетуха. Магмус, в тем временем, убежит. Как на топе. В Рапсу уехали. Ой, в Силку уехали. Рапсу вместе с фараоном. И это минус силуэт. А, на миде тут инженер убивает Магмуса. И шамана просто ваншотнул Паппитмастер. И еще выжил. Это в инженера они въехали тогда? Да, это как бы инженеры Магмус въехали. Ой, шаман въехали в инженера под ДД. Ну смотри, у инженера 1200 хп. Да, он как бы поставил ульту. Дал кегу, там пулеметик, все. Все сделал, еще не поставил. Ну с помощью батарейки, скорее всего. Ну с помощью тиммейтов. Тиммейты это... Как это понятно? Не рассчитали они что? Думали, ну саппорт, саппорт. У призонера бульварк. Минус стоять один на миде. Паппит продолжает фармить в своем лесу. Так. У силуэт немножко откладывается нойстоун. Из-за того, что ее убили, надо срочно идти в лес и дофармить эту лингу. Она как-то спасет от Паппит мастера, который сейчас может еще раз убить лодстоуна. Умирает рапсоди. На миде тут призонер. Хороший ультимейт. Стан по шаману и минус шаман. Но конечно хилится. Снизу лодстоуна. Лодстоуна и... Да, 12 тысяч преимущество за кормами по галде и 14 тысяч по хп. ГГВП пишет. Да, это 18-ти минутная катка. Ну что сказать. Поздравляем кормов. Кормы молодцы. Кормы очень уверенно победили. Сейчас играют корм ХЦГ. Сейчас будут играть? Вон МС Макаров пишет. Ну ладно, ребят, тогда мы прервемся на небольшую паузу. Если будет игра, то будет игра. Если не будет, тогда я выключу стрим. А пока спасибо за просмотр. Не уходите. Подожди секундочку. Викторсон передает... Хочет, чтобы я передал привет его маме. Привет твоей маме Викторсон. Викторслан. Да. Он тебя услышит через 6 минут. Ладно. Мы уходим на паузу. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok